А теперь обо всем подробнее. Первое в этом году еженедельное оперативное совещание прошло в администрации Люберец. О том, как прошли длинные выходные в городском округе, доложили руководители структурных подразделений и силовых ведомств. Подробности далее. С 30 декабря сотрудники Межмуниципального управления МВД России Люберецкой несли службу в усиленном режиме. Охраняли общественный порядок в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий. Праздничные дни прошли без происшествий. Готовимся, как вы сказали, уже к Старому Новому году, к крещенским проводимым купелям. У нас будет где-то шесть купелей и в других еще городах, которые у нас мы обслуживаем. То же самое пройдут крещенские праздничные мероприятия. Будем стоять на храмах, будем обеспечить охрану общественного порядка. Ну и работать пока так, как нам предписано, усиленно влиять несение службы. Первая неделя 2024-го прошла без крупных происшествий и по линии ЖКХ. Все службы работали в штатном режиме. Зафиксировано только шесть случаев отключения электроэнергии. Устранить все неполадки удалось в течение часа. Была у нас очень резонансная в социальных сетях ситуация по занижению параметров тепла в жилом комплексе Томилино-Парк. По 3-го числа уже стало известно о том, что в жилых домах температура не дотягивает до норматива, установленного санитарными правилами. И было выявлено, что давление газа в системе не соответствует заявленным и договорным параметрам, в связи с чем невозможно все четыре котла на данной котельной использовать в полном объеме. По результатам проверки давление газа было увеличено, котлы начали работать. Однако все равно при минус 30 достичь параметров, которые бы отапливали целиком полностью жилой комплекс в полном объеме, в принципе не удалось. Это стоит признать, хотя ситуация критично доведена не была. Котельная работала в полном объеме. Также на оперативном совещании доложили о подготовке к еще одному январскому церковному празднику – Крещение Господня. В городском округе Люберца оборудуют две купели – в Наташинском парке и на Кореневском карьере. Начало купаний – 18 января в 21.00.